Привет друзья, с вами канал Учимся отдыхать вместе. Мы продолжаем знакомство со страной фараонов и сегодня поговорим о правилах въезда и визовом режиме в Египет, о климате и сезонности в восточной стране и основных ее достопримечательностях. А вы пока подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. О географическом положении и истории мы уже рассказывали, можете кликнуть на подсказку в правом верхнем углу и посмотреть обзор. А сейчас переходим к правилам въезда в Египет. В условиях пандемии, которая затронула весь мир, правила безусловно меняются. Для каждой страны они могут быть разными, как и визовый режим. В этом обзоре мы говорим о гражданах России и Украины, которые в основном являются зрителями и подписчиками нашего канала. Итак, для въезда гражданам этих стран потребуется в первую очередь загранпаспорт. Он должен быть действительным в течение 6 месяцев. Указанная дата отчитывается, исходя из даты завершения поездки. Без него в Египет вы не попадете. Если у вас дети, на детей должен быть отдельный загранпаспорт или ребенок должен быть внесен в загранпаспорт родителя. Виза в Египет оформляется и приобретается по прилету прямо в аэропорту за 25 долларов. Или онлайн на портале. Тут тоже можно оформить однократную визу, она стоит 25 долларов. Или мультивизу за 60 долларов. Здесь есть нюансы, о которых вы можете не знать. Для граждан этих стран немного разные условия нахождения в Египте. Граждане России, если вы пребываете в Шарм-эль-Шейх и не планируете покидать Синайский полуостров, то вы можете визу не покупать, а заполнить просто миграционную карту. И тогда вам поставят Синайский штамп, и вы сможете находиться здесь до 15 дней. Если вы пребываете в Каир или Хургаду, а также планируете пробыть в Шарм-эль-Шейхе больше 15 дней, или покинуть Синайский полуостров, то визовую марку придется купить. Она обойдется вам в 25 долларов и позволит находиться в Египте 30 дней. Если вы захотите пробыть больше, то придется обращаться в Гуазет и продлять визу, что суммарно позволит находиться вам в стране до 3 месяцев. Россияне, чей возраст превысил 60 лет, имеют право не продлевать визу. Они могут находиться в Египте любое время, если способны, конечно, подтвердить свой стабильный доход. Граждане Украины также могут воспользоваться Синайским штампом, на тех же условиях, что и граждане России. Но пребывая на территории Египта, граждане Украины могут всего 2 месяца находиться, то есть необходимо продлять визу в Гуазет еще на месяц, суммарно получается 2. Если вы будете вылетать и залетать каждый месяц, соответственно, покупать визу, то можете хоть 12 месяцев находиться в Египте. Главное, что вы въехали и заехали, это считается как новый въезд. По поводу ПЦР-тестовый сертификат о вакцинации. Их Египет отменил еще с июля 2022 года, они не нужны. Но условия могут резко поменяться, так что следите за этой информацией. Теперь немного поговорим о климате. Египет – это государство двух континентов. На большей части территории Египта засушливый тропический климат. 95% страны занимает пустыня, а 5% приходится на долину единственной реки Нил. Осадки наблюдаются редко на севере страны и в горной местности Синайского полуострова. По климату и погоде у нас очень много обзоров на канале. Каждому курорту свойственно свое лучшее время для отдыха. Поэтому можете подробно ознакомиться с этой информацией. Ссылки на обзоры оставим в описании. Если сказать в двух словах, то Египет, а точнее курорты на Красном море, в принципе, курорт круглогодичный. Здесь будет хорошо целый год. Есть, безусловно, сезон и не сезон по меркам египтян. Но для нас с вами, где зимой снег, осенью дождь, в Египте всегда будет хорошо. Среднегодовая температура составляет плюс 20 градусов, хотя в районе Асуана в летние месяцы она может повышаться до плюс 50. В Египте большое влияние на температуру оказывает ветер, поэтому в декабре-марте температура вечером может опускаться до плюс 6 градусов. Для всей территории Египта характерны значительные суточные колебания температуры воздуха. В январе и феврале, например, в Каире в полдень температура достигает до плюс 29 градусов, а ночью может снизиться до нуля. На побережье Красного моря средняя температура воздуха с ноября по март составляет плюс 25 градусов, вода плюс 20. Все же лучшими месяцами для отдыха в Египте на Красном море принято считать апрель, май, октябрь и ноябрь. О каждом курорте мы подготовили для вас отдельные обзоры, более подробные, с лучшими пляжами, отелями и достопримечательностями. Поэтому, если вам интересно, можете следить за нашими обзорами на нашем канале. А мы хотим немного еще рассказать о достопримечательностях. Их в Египте очень много. Все мы здесь их просто не охватим, но выделим для вас топ-5, которые обязательно стоит увидеть и посетить. Первое – это египетские пирамиды, которые входят в 7 чудес света. На востоке, от современного Каира, находится плата Гиза, где 4600 лет назад фараоны 4-й династии возвели самый масштабный комплекс пирамид-усыпальниц. Каждый день сюда приезжают сотни туристов, чтобы посмотреть на единственное уцелевшее чудо света. Великий сфинкс в Гизе был построен фараоном Хефреном, лицо статуи списано с этого правителя. А основной функцией этой фигуры было отпугивание излишне любопытных простолюдинов. Если захотите поближе познакомиться с ними, то берите экскурсию сюда. Второе – это город-столица Каир. Здесь вы можете посмотреть Каирский музей. Тут собрана самая большая коллекция артефактов из Древнего Египта – Каирскую цитадель. Она была построена в XII веке знаменитым султаном Саладином. И с тех пор и до середины XIX века здесь жили все правители Египта и правили страной именно отсюда. Мечеть Мухаммеда Али. В самой высокой точке Каирской цитадели правитель Мухаммед Али воздвиг мечеть в честь своего умершего любимого сына Тусун-Паши. Впоследствии мечеть назвали в честь Мухаммеда Али. И здесь хранится саркофаг с его телом. Третье – это город-луксор. Колоссы Мемнона. Две гигантские статуи – это, к сожалению, все, что осталось от величественного храма фараона Аминхотепа III. Храм Хадшипсуд. Царица Хадшипсуд – редкий случай женщины на троне в Древнем Египте. Именно ее заупокойный храм признается большинством туристов как самой красивой в луксоре. Долина царей. В течение 500 лет, а точнее с XVI по XI век до н.э. Эта долина была местом погребения фараонов нового царства Древнего Египта. Всего археологи нашли здесь 63 гробницы. И всемирно известная гробница Тутанхамона находится именно в долине царей. Карнакский храм. В храме вас ждут грандиозные колонны и обелиски, поражающие воображения, великолепные барельефы и сотни надписей на стенах, которые рассказывают о великих деяниях фараонов Древнего Египта. Луксорский храм. Здесь тоже есть все, чтобы получить полное представление о культовой архитектуре Древнего Египта. Статуи, колонны, барельефы. Но самое яркое впечатление на туристов производит целая аллея из сфинксов. Четвертое – это город Асуан. Асуан – это самый засушливый город на Земле. Но не этим фактом он привлекателен для туристов. В Нубийской деревне можно посмотреть традиционный быт этого древнего города. А в Асуане есть настоящий ботанический сад. Но больше всего эмоций у российских туристов вызывает Асуанская плотина. Ведь она была построена для Египта советскими инженерами и строителями. Возле плотины туристы смотрят монумент, посвященный нашим соотечественникам. Пятое – это, конечно, Синайский полуостров. Здесь есть и гора Моисея, и монастырь Святой Екатерины, Рас Мухаммед, Цветной каньон. Вы можете посетить сафари в пустыне и многое другое. Но более подробно об этих достопримечательностях мы расскажем уже непосредственно в обзоре о Синайском полуострове. На этом мы хотим закончить этот обзор. Спасибо, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного.